Книга «Открытым оком», вопрос 693, тема «Святая Библия», 2-й том. Насколько основано на Священном Писании православное учение об ангелах, о девяти чинах? Если можете, назовите, пожалуйста, эти места в Библии. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Римлянам, 8 глава, 38 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее. Бытие, 3 глава, 24 стих. И изгнал Адама, и поставил на востоке усады Едемского Херувима, и пламенный меч. Исайя 6, 2. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. 1 Петра 3, 22. Который вошед на небо, пребывает одесной Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. 2 Ефесянам, 1, 21. Превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. 3 Колоссянам, 1, 16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им для него, все им и для него создано. Известны имена некоторых архангелов. Михаил, Откровение 12, 7. Гавриил, Даниила 8, 16. Рафаил, Тавита 3, 16. Иеремиил, Иеремиил, 3 Ездра 4, 36. Улиил, 3 Ездра 4, 1. Салафиил, 3 Ездра 5, 16. Еще называются в церкви Иегудиил, Варахиил, Гефаил и Тахиил, но в Библии о них ничего не сказано и неизвестно. Продолжение следует...